приветствую вас на своем канале кирмен бай видео будет про пассат b3 произошла небольшая такая поломка я так думаю что будет проблема в этом датчике я уже немножко тут протестировал мультиметром все началось что происходит вообще с автомобилем сажусь завожу на прогреве начинается дергаться и падают обороты плоть может до того что может просто напросто заглохнуть вот в предыдущих видеороликах я делал видео как и сделала сделал самодиагностику вывел вот такую кнопочку классную крутую это если кому интересно переходите по ссылкам и вообще переходите на мой канал там все будет делаю диагностику диагностика показывает 0 ошибок абсолютно никаких ошибок нет но я предполагаю что все-таки будет делом датчики охлаждающей жидкости и так почему я сделал вывод что накрылся датчик охлаждающей жидкости на моем пассати b3 89 кстати года выпуска это очень важно потому что только на восемьдесят девятом годы выпуска можно сделать самодиагностику там по моему за 90-е годы уже можно сканировать то есть сканером специальным которому то купить даже на алику и спокойно так отошел от тем и так почему я сделал такие выводы когда я делаю диагностику ошибок у меня нет да когда я делаю все равно сброс ошибок вот тогда машина начинает плавно вернее хорошо ровно работать и нагрев идет все как положено но только я так заметил что есть такой небольшой расход и на завтра например машина остыла машина стывает даже принципе не на завтра машина стывает и все начинается заново то есть нужно сделать сброс ошибок чтобы она работала ровно вот это уже у нас означает что вот этот наш датчик охлаждающей жидкости именно на его усиленький как бы подошел как бы я так понял что он накрывается и так покажу что я делал берем мультиметр выставляем вот наше на сопротивление показать вот получается я дотрагиваюсь у сейчас об дотронулся весь я показала и ушло и замыкание нету и показаний нету то есть с датчиком уже что-то не то раз возьмем другой датчик вот наш датчик бушный бушный пока я все сделаю с бушными этот датчик меня рабочий с разборки с рабочей машины снят вот видите у нас сопротивление кстати сопротивление по данной температуры приблизительно показывает хорошо так что есть вариант поменять нам этот вот датчик поставить и уже проверить но заранее я вам хочу пока же показать что происходило спасатом на прогреве ну конечно здесь ошибки сейчас у до удалились автоматом когда я клемму снял а возможно не успели удалиться так крутая моя клемма не хочет закручиваться наверно просит смазки такую клемму поставила я все равно вагуны 1 снял так идем проверять будем надеяться что ошибки не успели удалиться и мы увидим что происходит с двигателем так все заводим посмотрим если будет работать ровно то знать ошибки успели удалиться и она будет работать ровно пока вот не прогреется но уже плавают обороты плавают обороты слышно что что-то не то все равно нет не хочет влокнуть ошибки успели успели удалиться получается работает так более-менее нормально так что придется по-любому менять датчик и уже на завтра проверять потому что самая хорошая проверка это на утро потому что когда вот и когда мы меняем датчик 6 клемму мы опять сбросим время небольшое там пройдет до 10 минут то есть ошибки автоматом уже сами по себе удаляться то есть наша оба устанет как там называли в нулевое положение где нужно будет его правильно прогреть чтобы он там адаптировался под наши датчики так естественно перед тем как какие-то манипуляции проводить нашими датчики нужно обязательно снять плюсовую клемму если кого интересует как сбросить на данном пассате ошибки пишите в комментариях обязательно объясню на принципе есть видео как я это делаю на моем канале так фишку сбросили еще один нюанс нужно открутить эту крышку чтобы сбросить давление чтобы не перла не поперл наш антифриз что его там нету что ли у они есть открутили и закрутили чтобы не поперла кстати первый раз буду снимать сам этот датчик после покупки и вот что я еще нашел датчик установлен и залит герметиком уже хейтеры уже будут за что взяться и написать мне комментарии что нельзя герметиком залет видите как плотненько все залито скорее всего что предыдущий хозяин просто-напросто потерял резинку или может она повреждена была который там плотнительная должна стоять под низом вот за этого скорее всего что он залил герметиком но сейчас мы узнаем вот кстати вот вот наша резиночка вот такая резиночка должна стоять плотнительная она не должна ничего пропускать без какого-то либо герметика вот наш датчик который там стоял то про не самого лучшего качества датчик но сколько я на нем поездил вот ровно отъездил я на я на нем после покупки и вот будем устанавливать мы датчик если камера сведется какой-то в с 2577 что-то такое не знаю что это пока за фирма но датчик рабочий пока на проверку нам его хватит а потом дальнейшем если что я закажу оригинальный и его установлю оказывается резинка все-таки была установлена но она какая-то как деревянная я установил мягенькую а там уже стояла как деревянная наверно за этого залили герметиком всю площадку от герметика я убрал и делаем установку и так вот датчики установил очистил от старого герметика как-то так сейчас можно принципе открутить пробку и посмотреть уже будут первые признаки потечет наша жидкость или нет хотя там резинка мягкая ничего не должно течь и так дальше ставим наш датчик на место сейчас мы его заведем проверим на всякий случай вот видите уже косячок есть надлом мышь провода и в этом нужно дело убирать при сырой погоде это все будет сказываться тоже обращайте внимание ставим нашу клемму клемму надо было бы смазать так закручивается ошибки наши удалены и так но всякий случай заведем если будут проблемы то естественно не ничего ждать утра а уже нужно ехать за оригинальным датчиком ваговский ставить оригинал чтобы не было таких проблем по заводке по прогреву уже испытано пока не поставишь оригинал проблемы не уйдут ладно заводим работает как бы так хорошо кстати не сказал я правильную заводку когда поменяли датчики сбросили ошибки нужно выжать сцепление газ мы не трогаем и заводим наш автомобиль чтобы он прогрелся прогрелся каких-нибудь 10-15 минут и тогда он уже будет работать как положено ну не знаю пока работает ровно без таких плавающих оборотов я думаю будет все хорошо короче если я не забуду то сделаю еще завтра еще раз видео заведу утром именно утром сам хорошо проверять тогда будет либо так еще сейчас у нас конечно-то китайский датчик нас обманывает 34 градуса где-то приблизительно на 6 градусов около 28 где-то так приблизительно так что как война и должна машина работать ровно а уже утром будет примеру где-то 10 градусов уже будет более понятно помог нам датчик или нет ну а так пока все хорошо и так наступило утро конечно градусник наш китайский все равно нас обманывает где-то градусов 17 утра теплая хоть и дождливая и дождливая так первый запуск не посмотрим как она запустится и узнаем зря мы эту работу проделали или нет стоит ли нам новый датчик покупать или нет ну вот я завел завел открыл дверку вроде бы работает еще отлично идет прогрев какой-то прогрев 17 градусов но все же наше должно прогреться чтобы уже сколько там рабочая температура я уже не помню 80 вроде бы но это долго ждать вам на запуск мы сделали потому что вот самая проблема была именно при запуске при прогреве вот уже здесь вы на данный момент уже должны были быть провалы и плоть до должен был даже завод на двигатель так будем все работы нормально так что можно ехать покупать оригинальный датчик ставить все проблем не будет все всем спасибо за просмотр буду заканчивать всем спасибо за просмотр обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно поставьте колокольчик если не хотите пропускать дальнейшие видеоролики про пасад бы треть тем всего хорошего и пока пока